Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube-канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный Telegram-канал Amarkets с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, и мы постим дополнительный аналитический контент вам в помощь в принятии торговых решений. Сегодня на повестке экономического календаря несколько релизов из США. В 12.30 по GMT выйдут данные по первичным заявкам на пособия по безработице. Согласно ожиданиям участников рынка, мы увидим очередной прирост количества обращений с 239 тысяч недели ранее до 240 тысяч, что потенциально может снова оживить спекуляции на тему относительно слабости американского рынка труда. Далее в 14.00 по GMT выйдут данные по продажам на вторичном рынке недвижимости США. Вот этот релиз, мне кажется, даже будет более интересным, потому что буквально днем ранее мы анализировали с выданные разрешения на строительство в США, которые просели в прошлом месяце на 8,8%, позволили нам предположить, а не является ли это следствием и без того уже крайне высокой потечной ставки, которая, разумеется, всегда остается выше, чем ключевая ставка американского регулятора. Завершать текущий день будет выступление Тифа Маклима, главы банка Канады, в 15.30 по GMT. Доллар канадец в фокусе нашего внимания, в портфеле эта валютная пара. Мы ждем снижения поддержки 1.33. Я очень рассчитываю на то, что еще один жесткий комментарий от руководства канадского регулятора точно сможет справиться с задачей оказания поддержки курса национальной валюты. Но давайте обо всем по порядку. Индекс доллара 101.67. Вчерашняя торговая сессия очень волатильный день, чего нельзя было сказать с учетом содержания экономического календаря. Большую часть дня мы наблюдали за тем, как слабели рисковые инструменты, а индекс доллара укреплялся. Золото тоже обновило локальные минимумы. Однако под конец торговой сессии покупатели поменялись местами с продавцами. Риск снова начал отрастать, а индекс доллара скорректировался. И золото, кстати, в очередной раз приблизилось к поддержке 2 тысячи, точнее к сопротивлению. 2 тысячи долларов за тройскую консу. Прям манит это значение золота. И для меня это очень хорошее условие, которое доказывает, что интерес к золоту со стороны институционалов, ритейл, трейдеров еще очень высокий. И золото легко может обновить локальные максимумы. Повторю, текущие котировки по индексу доллара 101.67. Мы ждем те отчеты, которые я анонсировал с точки зрения экономического календаря. Напоминаю, друзья, что после выхода слабых данных по рынку недвижимости ранее я стал еще более уверенным в том, что американскому регулятору не стоит торопиться с дальнейшим ужесточением монетарной политики. Нужно просто называть вещи своими именами. Если рынок недвижимости буксует, это, конечно же, из-за проблем с ипотечным календованием. Проблемы с ипотечным календованием могут быть только в том случае, если ставки не устраивают потребителей. Я думаю, что именно эта ситуация сейчас и сложилась в американской экономике. Что касается текущих релизов, предстоящих по продажам на вторичном рынке недвижимости, по прогнозам нас ждут слабые цифры. Я думаю, что они в конечном счете также будут подтверждены и реализованы фактическими показателями. По первичным заявкам тоже не ждусь сегодня ничего хорошего. В соответствии с прогнозами ожидаю, что значения будут выше, чем недели ранее. В то же время я признаю, что те, кто смотрит иначе сейчас в отношении перспектив доллара, то есть покупают американскую валюту. И главный аргумент заключается в том, что американский регулятор повысит процентную ставку. Причем здесь не нужно ничего выдумывать, достаточно посмотреть на инструмент FedWatch, который за нас и оценивает вероятность конкретных будущих действий регулятора. И на основании этого инструмента мы сейчас видим, что вероятность повышения ставки на заседании в мае составляет 80%. Но со своей стороны хочу добавить, друзья, то, что эта вероятность остается крайне высокой уже три недели подряд. И на мой взгляд, все, что доллар смог бы выжать из-за перспективы еще одного повышения ставки на 25 байсных пунктов, он уже это сделал. Я себе практически не представляю сценарий, при котором американский регулятор пусть повысит процентную ставку, но на пресс-конференции настолько заиграется, что сделает заявление о том, что ставка будет расти и в июне, и в июле, да и, в принципе, может вернуться к 6%, если того будет требовать ситуация. Такой прогноз, такой сценарий абсолютно нереалистичный. Я думаю, что вы все это прекрасно понимаете. Отсюда делаем вывод, что даже если ставка будет повышена на 25 байсных пунктов, скорее всего, ФРС начнет уже успокаивать общественности, рынки и начнет готовить нас к тому, что к концу этого года текущий цикл ужесточения монетарной политики будет уже свернут, и потенциально есть многие, кто считает, что к концу года американский регулятор может начать даже снижать ключевую процентную ставку. Поэтому потенциал для дальнейшего роста, мне кажется, прям минимальный. Для доллара я остаюсь приверженцем прежней сделки, которая предлагает снижение курса индекса американской валюты. Золото 1993 доллара за тройскую лунцию. Мой прогноз не меняется, я жду закрепления выше 2000. Сегодня на моей стороне индекс настроения, потому что большинство золота шортит, и я вижу, как позиция набирается в шорт, и мы, соответственно, действуем против большинства. Европейская валюта 1,0956. Жду закрепления выше уровня 1,10. Вчера мы анализировали данные по инфляции, которые в соответствии с прогнозами основной нас потребительский цен 6,9%, базовая инфляция чуть-чуть подросла с 5,6% до 5,7%. И вот здесь как раз мы должны делать вывод о том, что раз базовая инфляция растет, и об этом говорили все голосующие члены Европейского центрального банка, чье мнение у нас была возможность выслушать в последние недели, то есть сохранение риска дальнейшего роста базовой инфляции, это аргумент в пользу того, чтобы Европейский центральный банк дальше повышал ключевую процентную ставку. Главный экономист ИЦБ Филипп Лейн вчера также сделал заявление о том, что ставка будет расти, но пока еще нету фактического решения на сколько, на 25 или 50 байсных пунктов. Я склоняюсь в пользу того, чтобы ставку повысили на 50 байсных пунктов. И снова обращаю ваше внимание на то, что евро будет интереснее доллара, потому что в любом случае американский регулятор уже очень близок к тому, чтобы отказаться от политики высоких процентных ставок. ИЦБ, скорее всего, до конца этого года будет повышать ставку на каждом заседании. Если базовая инфляция останется высокой, то политика повышения ставки перекочует и 2024 год. Британская валюта против доллара. Я в фунт не лезу, но были вопросы, что стоит ожидать от фунта дальше. После выхода вчерашних данных по инфляции, инфляция осталась на двухзначном уровне. Друзья, 10,1% прогнозы предполагали, что все-таки она кажется ниже. Высокая инфляция доказывает, что британскому регулятору придется тоже повышать процентную ставку. Поэтому, если вам интересно по фунту, моя точка зрения, я думаю, что британская валюта в ближайшие недели превысит 1,25-1,26. Доллар канадец, как уже отметил, ждем 1,33. Сегодня возлагаем надежды на Тифа Маклема, на его потенциальную жесткую риторику. Если он не справится с задачей поддержки курса национальной валюты, у нас будут еще ручные продажи, которые выйдут завтра, что потенциально может оказать поддержку национальной валюте. Также еще рынок нефти 82 с небольшим долларом за баррель. Я еще в длинных позициях. Для меня все-таки новостной фон, связанный с покупками нефти, был связан с тем, что я делаю большую ставку на дефицит потенциальной предложения. И считаю, что эта тема будет все-таки первоочередной. Мне не очень импонирует точка зрения продажи нефти на текущих уровнях из-за опасений того, что повышение ставки в США на 25 байсных пунктов станет причиной глобального экономического кризиса. Мне проще работать с тем, что является уже практической реальностью. Это рост спроса на фоне восстановления Китая, снижение предложения, в том числе и за санкции против российских поставщиков. И еще один фактор поддержки – это запасы нефти в США, которые снижаются. И в этот раз спад составил 4,5 миллиона баррелей, что в целом очень хорошие условия для того, чтобы рынок нефти рос. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока!